Мы решили продлить вам, уважаемые мячи, удовольствие. И решили после концерта не отпускать золотую виолончели России и мира Дениса Шаповалова. А пригласили его к нам в студию без инструмента, потому что очень хочется поговорить с прославленным виолончелистом. Доброе утро, Денис. Доброе утро. Доброе утро. Вы выступали на Северном полюсе, и, конечно, после этого вам не страшен почти весенний сибирский город. Скажите, а виолончели ваши страшно, нет? Холодно ли ей? Нет, ей хорошо. Знаете, ее доскает такой большой дядя все время. Она находится в теплом футляре, поэтому она находится в таком привилегированном положении. А у вас тепло, когда видишь ваши замечательные лица и лица мячей, то у вас становится еще теплее. И, по-моему, прекрасно. Ну, наверное, все равно какие-то вы особенные условия создаете для своего инструмента. Что мы продлили, к тому же февраль, видите, сегодня 29 число, это замечательно. Весокосный год наступил, поэтому теплые условия особо нет. Надеваем маечку какую-нибудь модную такую на виолончели. Хорошо. Вот мы сейчас нашим телезрителям покажем одну фотографию. И у нас к вам вопрос. Что это у вас в руках за инструмент? Что это такое? Ну, это еще одна разовидность виолончели. Да, это электронный виолончель. Так как я являюсь официальным лицом фирмы, одной фирмы, вот у меня такой специальный инструмент. Это электронный виолончель, как я уже сказал. И я использую на таких специальных проектах, играю на ней, когда нужно сделать там звук, скажем, ближе к какому-то роковому звучанию, добавить фуз и какие-то вот... Это что такое фуз? Фуз, знаете, когда китаристы говорят... То есть на виолончели это тоже можно сделать? Да. Вот это виолончели используется как раз для таких исторических моментов. А с кем вы играете такую музыку? Или что это за проекты? Я, кроме классической музыки, очень люблю еще и музыку такого рокового направления. Поэтому очень часто... И не только рокового и джазового тоже. Поэтому есть такие проекты у меня и роковые, и джазовые, и, знаете, какой-то атрибутик рокового концерта, барабаны. Бас-гитара, свет, фейерверки. Вот, в общем, вот. Тогда и нужна такая... А вот интересно, на ваш взгляд, виолончели гармонируют со всеми инструментами? Виолончели – да. Учитывая, что диапазон человеческого голоса, от контрабаса до скрипки, то я думаю, конечно, я к джазу отношусь, но я думаю, что это один из самых универсальных инструментов в плане звучания. Скажите, а сколько всего у вас инструментов? Задумался, видеться, начал считать, сколько же инструментов у него там дома лежит. Но достаточно. В жизни такая смешная штука. Иногда вот когда-то не было вообще ни одного инструмента, да, мечтал. А теперь вот их много. Еще электронные валяются. А самый дорогой из них какой? Самый дорогой? Ой, не скажу. Да они все хороши, все хороши по-своему, потому что инструмент, он как человек, как отдельная личность, имеющая свои и достоинства, и недостатки, естественно. Поэтому в зависимости от, знаете, времени года, давления, температуры, можно и менять инструмент. А где вы их храните? Представляете, такой огромный, такой бункер, бронированный, вот там хранятся. Чтобы никто не забрался. Стоит два часовых, да, колючая проволока вокруг и вооруженная охрана. Ну да, учитывая, что вы задумались про финансовую сторону сразу. Конечно, да. Денис, для виолончели не так много написано музыкального материала. А вам бы не хотелось написать концерт для виолончели с оркестром? Как раз, вот, вот, гениальный вопрос, да, а может быть, продолжайте. Параллельно еще и сдирижировать на выступлении, то есть и играть, и звучком, где-то там показывать музыкантам, кто вступает. Мне-то мысли раньше не приходило. Вот, с завтрашнего дня, я, вот, завтра наступает весна у нас, я начинаю писать виолончельный концерт. Здорово. Вы меня уговорили. Еще если где-нибудь там внизу будет, у авторства, новое утро, город Омск. Договорились. У нас сегодня эфир, посвященный последнему дню зимы, долгому, длинному году и продленному дню. Будет такой вот блиц-опрос. Да. Самая предложительная репетиция сколько длилась у вас? Занятия? Ну, часов 12, я думаю, было такое, да. Самые длинные гастроли? Полтора месяца. Длина ваших волос зависит от вашего настроения или состояния? Конечно. Как это влияет? Да давно уже влияет, знаете, как, да, и, соответственно, длина волос. Самое долгое интервью сколько у вас длилось? Час-полтора. Спасибо. Спасибо вам. Вряд ли мы побьем этот рекорд, ведь утро – это время быстрых историй, выверенных движений и правильной музыки, которая задает тон всему дню. Слушайте классику по утрам, это вдохновляет, но не забывайте про телевизионную классику жанра. Новости.